Светлоорск Вот мы едем в Светлоорск, где отбудется суд над правооборонкой нашей коллегой Аленой Маслюковой. Таким чином мы едем подтримать ее, морально подтримать. Ну что, ясно, обороните теперь злочинцы. Вы вам зародили сухой пригоду, варили вам курок на дорозе в Кершиню Светлоорского. Дима приехал, зародил курок. С меня отомнись. Все нормально. Стоять. Приехали поглядеть от тех вот людей. Узбогали заполохвание у городе, тотальное заполохвание во всех организациях, во всех установах. Кап люди не спрачалися, не узбуралися и не выступали супраць выкида у шкодных завода с белиной целлюлезы. Мы подавали офицейную заяву на проведение митингу, яким нам отмовили. И тому люди, просто люди узбурилися и вышли сами. А нам кажут, что это организовали мы. Ну, когда они так лечатся, когда она это издольная, то это мой гонор. Настрой, ну, оптимистичный. Я не лечу себе виноватый не учим. И тому, вероятно, гопанина быть за нами. Дом, собрам нашей инициативной группы, предъявляется обвиноватывание. Ни бы тайны организовали флешмобы. Это при том, что перелив массовых мероприемцев, на яких требовалось сгаднение с уладами, что флешмобы не позначены. Ихто их организовывал, никто толком не ведает. Это была стихийная акция. Когда люди судят людей, якие не очень виноваты, становится крытно за наше правосудие. Это была стихияная акция. Светлого Скорого Вода и отношения мусликовой Елены Александровны в совершении правонарушения, предусматривающей части 1 ст. 23.34 по Республике Беларусь. В Восстанте в Конституции написано. Гарантуется право на свободу меркованию, перекананию, свободного выражения. Восстанте адекватные. Артикул Конституции номер 33. Суд формально проходит без порушения законодавства, но предусматривающие, что обвинение в проведении массового мероприемства, оно натягнуто за уши. Причем сама постановка пытания, притягивание за отказность, за проведение мирного фрешмоба, это уже само по себе неправомерное и незаконное. Такого не повинно быть. Не суд осудилище. Ну, когда суды у нас невыборные, призначенные, он будет делать то, что ему кажутся. В принципе, он то же самое и делал. То, что отбывается в городе, вот это отручивание насельниц, это трубой у всех. Поэтому они и пришли подтримать. Потому что знают, что это все несправедливо, незаконно. У нас сегодня же день человека судят за правду. Что люди сделали, чтобы вышли на площадь? Они вызывают в суд. За что? За что судят людей? Я не понимаю, что сказать, что плохо. Понимаете, что плохо? Эта вонь невозможная. Она в доме ощущается. Делайте с заводом, что хотите. Не трогайте людей, чтобы у нас был воздух, чтобы мы хоть дышали. Спасибо людям. Низкий им поклон, что сегодня они нас поняли. И сегодня хоть эта информация вышла за пределы деревни Якимовой Слободы. Потому что это пятый химический комбинат на сегодняшний день. Это уже, простите, это уже выше сил. И самое удивное, что не судят и не притягивают до отказности ни городские улады, которые ничего не делают, не кировничество завода, которое выкидывает постоянно промышленное предприятие, а судят тех людей, которые вышли, чтобы оборонить себя и своих детей. Это ж вовле нонсенс. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!